Всех приветствую в эфире Укралайф ТВ. Я Сергей Алышкин и сегодня у нас в гостях Артем Вьюнник, основатель и директор компании Атлон Авиа. Что ж это за компания, которая производит вот такие интересные штуки, как мы видим на буклетиках, такие высокотехнологические, как самолеты, беспилотники, словно из будущего. И вот хотелось бы узнать подробнее, чем же вы занимаетесь и насколько это все может быть полезным для наших солдат, да и не только. Добрый день. Компания Атлон Авиа в первую очередь специализируется на изготовлении беспилотных авиационных комплексов для потребностей силовых структур Украины. Это Министерство обороны, Национальная гвардия Украины, Служба безопасности Украины. По сути дела мы вряд ли изобрели что-то новое. Этот тренд давным-давно обозначился в мире и то, что оформилась потребность в украинской армии и в украинских силовых структурах только с началом конфликта, который начался на востоке, в принципе есть определенная закономерность. Мы, по сути дела, где-то, можно сказать, влились в этот тренд и смогли применить свои знания, опыт, где-то свое увлечение авиамоделизмом и вообще авиацией в целом вот в этом направлении. То есть это вот начиналось как такой кружок авиалюбителей? Да, безусловно. И я вам скажу, что это не только тенденция или ситуация в Украине. Вся беспилотная тематика во всем мире, она, по сути, развивается именно оттуда. Ну вот расскажите, как такое превращение произошло? От кружка до компании? Ну, превращение произошло достаточно просто. Первый наш самолет, который имел возможность передавать видео с воздуха, был сделан сугубо в развлекательных гражданских целях, авиамодельных целях, так что называется FUFAN. Но оказалось, что на каком-то этапе, а точнее в начале 2014 года это было чуть ли не единственное решение из имеющихся, скажем так, готовых решений, которое могло выполнять эту задачу. И так случилось, что мы презентовали это решение нашим военным, они очень сильно заинтересовались, пригласили нас на испытания, которые мы успешно прошли в июле 2014 года. И, собственно говоря, это и было, по большому счету, таким вот началом нашей такой активной работы в формате уже компании Атлон Авиа над нашим первым комплексом. И сейчас вот вы, получается, производите много таких вот беспилотников? Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос. Мы стараемся фокусироваться на продукте, который мы делаем. И в силу того, что ресурсы ограничены, и компания наша достаточно маленькая все еще, мы не имеем очень широкой линейки. В каком-то смысле мы до недавнего времени вообще были компанией одного продукта. То есть вот беспилотно-авиационных комплексов FURIA, который в разных модификациях производился и поставлялся в вооруженные силы, в Национальную гвардию. Сейчас, конечно же, мы немножко расширили спектр продуктов. Мы плотно работаем с службой безопасности Украины. Выполнили ряд работ для них по специальным средствам. Опять же, мы говорим о беспилотной тематике. И продолжаем эту работу. Точно так же мы сейчас ведем опытно-конструкторскую работу для вооруженных сил. Это совершенно новое решение для доразведки и поражения целей. Ну вот расскажите подробнее про эту FURIA. Что она умеет? По большому счету, она умеет все то, что должен уметь обыкновенный беспилотный разведчик. То есть она умеет летать. Летать умеет достаточно долго, как для самолета, подобного класса, до трех часов. Она умеет с рабочей высоты порядка плюс-минус тысячи метров обнаруживать цели, их распознавать, идентифицировать. Она умеет накапливать эту информацию, умеет передавать эту информацию в режиме онлайн на базовую станцию. Она умеет определять автоматически координаты целей обнаруженных. Умеет автоматически их сопровождать, эти цели. То есть, в принципе, на сегодняшний день полностью реализован автономный режим работы, когда от взлета до посадки оператор не делает ничего. Либо просто управляет полезной нагрузкой. Интересно, а вот там скорость какая? Как быстро она летает? Интересный вопрос. Я немножко начну издалека. На самом деле, вот так как мы все начинали из авиации, из авиамодельного такого движения, конечно же, в первую очередь, мы воспринимали наши самолеты как самолеты. И это отношение накладывало отпечаток на, собственно говоря, само изделие. Но, работая с военными, погружаясь в военную тематику, мы, конечно же, немножко трансформировали свое восприятие и начали воспринимать все-таки это не как самолет, а как средство, скажем так, перемещения в пространстве той полезной нагрузки, которая, собственно, и выполняет задачу. Что изменилось в связи с этой трансформацией? Мы перестали воспринимать оператора как пилота. И, соответственно, весь акцент был сделан на том, чтобы обеспечить полностью автономную работу комплекса. То есть, фактически, сделать так, чтобы для человека, который управляет, например, камерой, дневной, либо ночной камерой тепловизионной, которая установлена на борту, чтобы ему вообще не было интересно, что происходит с самолетом в это время. То есть, самолет подчиняется ему. И, опять же, есть у всех продвинутых комплексов, и в нашем, в том числе, режим «Лечу, куда смотрю». Это означает, что вы поворачиваете камеру, и самолет сам летит в ту сторону, куда вы смотрите. То есть, вот, тренд именно такой. Обеспечить максимально концентрацию оператора на выполнении боевой задачи, а не на пилотировании самолета. И оператор перестал давно для нас быть пилотом, а стал, собственно говоря, военным разведчиком, который либо ведет разведку, либо выполняет корректировку огня артиллерии. Собственно, на чем мы и сконцентрированы. Ну и, получается, три часа это без подзарядки работает. Это в воздухе. А на каком там, получается, какие-то батареи у нее? Да, мы исповедуем исключительно электрическую, так сказать, религию. И сегодня мы работаем на самых лучших, которые есть на сегодняшний день в мире, литий-ионных элементах, аккумуляторы, из которых мы делаем сами. И, собственно говоря, две батареи на борту, которые имеют емкость порядка 42 тысяч миллиампер-часов, обеспечивают вот такой вот полет. Ну и, получается, когда она возвращается, они быстро ставятся на дозарядку, и можно возвращаться в стране? Да, ну немножко даже не так. Это все реализовано. Наземная станция управления, она имеет в себе встроенное зарядное устройство. И пока первый самолет находится в воздухе, даже, вернее, не первый, но просто летательный аппарат, второй комплект батарей уже заряжается. Как только самолет прилетел, батареи заменяются, и в течение двух минут самолет снова взлетает в воздух и продолжает выполнять задачу. Либо же есть в комплексе, есть и еще дополнительные летательные аппараты, а их несколько в комплексе, и мы можем сразу подготовить второй самолет на взлет, и после посадки первого сразу же запустить второй, что еще быстрее происходит. Удобная получается такая система, и можно не сбиваться от целей. Батареи заряжаются очень быстро, гораздо быстрее, чем заканчиваются батареи в первом самолете в воздухе. Так вообще супер. Ну а вот интересно, как враг может противостоять таким летательным аппаратам? Их как-то можно заметить, может быть, на радаре или в воздухе они заметны? Сбить их можно? Ну, на самом деле, действительно, выявляются подобные аппараты либо визуально, либо акустически, либо... Они не шумные, да? Ну, они так или иначе издают определенный звук, но, опять же, все зависит от того, от высоты полета. Наша рабочая высота днем — это 800-1200 метров. На этой высоте его не слышно. То есть физически, ну, вернее, акустически его обнаружить невозможно. Визуально его обнаружить на такой высоте теоретически можно, но крайне сложно, если ты не знаешь и не всматриваешься в небо, и не ищешь что-либо в небе. Ну, особенно если напротив Санкса. Вообще нереально, да. Более того, форма самолета очень напоминает форму птицы, и только по траектории полета можно заподозрить, что это не птица, потому что птицы, как правило, летают хаотично. Ну да, и стаины. Да-да-да, а прямолинейный полет — это нехарактерная траектория для птиц. Но заметить самолет крайне тяжело. Более того, на такой высоте с ним что-либо сделать физически практически невозможно. Ну, не то, что практически, невозможно. То есть обычным стрелковым оружием не дострелить? Выше 300 метров — это уже практически нереальная задача. От 600 метров — вообще нереальная задача. Ну, то есть, в принципе, оно и в довольно-таки безопасной зоне оказывается. Да. На самом деле, эти данные накоплены опытом работы в зоне АТОП, потому как уже много десятков комплексов работают. И работали, и работают там с начала конфликта. И, в принципе, были случаи попаданий, но не было случаев, когда самолет был сбит. Да, потому как жизненно важные элементы занимают очень маленькую площадь самолета, а сама площадь в целом планера менее 0,35 квадратных метров. Поэтому даже попасть в это невозможно. Более того, часто задают вопрос, а как же снайпер совершенно спокойно может прицелиться и выстрелить? Так вот, не стреляют снайпера вверх. Ну да. Да. Во-первых. Во-вторых, им трудно вводить поправки. Ну, то есть, это почти нерешаемая задача. То есть, тем самым они только себя скорее выдадут, если начнут пытаться попасть? Ну, да, возможно так, да. Вот, конечно же, самый эффективный способ борьбы с беспилотниками и нам, и для нас, и для нашего, так сказать, врага, это радиоэлектронная борьба, выявление частот, на которых работают каналы управления, выявление сигналов канала управления, подавление, либо же вмешательство в каналы управления. Но, на самом деле, сказать, что у нас есть какой-то большой объем данных, действительно подтвержденных данных, относительно того, какими средствами и в каком объеме ведется такая радиоэлектронная борьба со стороны, скажем, тех, кто воюет за, так сказать, Луганскую народную, Донецкую народную республики, мы не можем, потому что, например, по эпизодам, скажем, каких-то летных происшествий, связанных с нашими комплексами, таких однозначных выводов сделать нельзя. Конечно же, бывают проблемы со связью, но это физика, и здесь никуда не денешься. Мы работаем все на ультракоротких волнах, и, соответственно, никто не отменял их прямое распространение. И, соответственно, если вдруг происходит какой-то непредвиденный перепад высоты или какие-то возникают препятствия уже искусственного характера, здания, еще какие-то постройки, то, в принципе, пропадание связи, оно возможно, но это не катастрофично для самолета, потому что кроме каналов, основного канала связи, есть резервный канал связи на другой совершенно частоте. Более того, есть GPS-навигация. То есть в совокупности мы получаем достаточно жизнеспособную единицу, которая, в принципе, как показывает практика, очень живучая. Ну и вот интересно, какие могут быть дальнейшие планы в ее улучшении. То есть может быть каким-то даже оружием ее снабдить, или вот я знаю такие футуристические штуки в американской армии, вот как лазерные целеуказатели для того, чтобы подсвечивать там те или иные цели, чтобы можно было удобнее наносить удары? Ну, на самом деле, на самом деле лазерная подсветка цели совсем не футуристичная штука. Это уже даже не сегодня, это уже вчера. Да, что же касается боеприпасов с лазерной подсветкой и подсветкой цели с беспилотников, то здесь, конечно, еще есть над чем работать, потому что размеры пока этого оборудования, скажем так, не позволяют установить его на небольшие беспилотные летательные аппараты, а большие, способные нести такую нагрузку, уже не обладают, скажем, той живучестью и удобством в эксплуатации, которое хотелось бы. Поэтому, например, у нас сегодня, насколько мне известно, есть разработки и боеприпасов с лазерной подсветкой, и наземных средств подсветки, но пока я не знаю о том, чтобы были попытки подсвечивать цель с воздуха. Что же касается просто лазерных указателей или указателей цели, то это на самом деле уже повсеместно применяется, но это немножко другая история, то есть это не наведение боеприпасов. Ну а вообще, какие дальнейшие планы у вашей компании касательно вот этой «Фурии» или, может быть, разработки каких-то новых летательных аппаратов? Ну, на самом деле, что касается нашего базового изделия, то есть «Фурии» 1СМ модификации, которая сегодня есть, то мы выполняем сегодня уже третий государственный контракт, оборонный контракт по поставке этих комплексов в артиллерию, потому как он заточен именно под задачи артиллерийской разведки и корректировки огня артиллерии. Мы планируем, конечно же, дальше развивать каналы связи, потому как нет пределу совершенства, с одной стороны. С другой стороны, есть еще много вопросов вообще в государстве относительно урегулирования частотных моментов, защищенности каналов. Конечно же, в перспективе тематика разработки надежных каналов управления и передачи данных, она, по сути, бесконечна. То есть над этим можно работать всегда и есть всегда, что улучшать. Это одно из направлений. Второе направление, конечно же, это улучшение, скажем так, эргономики изделия, скажем, применительно к реальным задачам. И тактики применения этих задач, потому что на начальном этапе комплекс, например, совершенно не был привязан к какому-то шасси. Он существовал сам по себе, и уже каждое подразделение перевозило свое оборудование на том, на чем могло и что имело в распоряжении. Мы сегодня уже ярко видим потребность в том, чтобы все-таки реализовать комплекс на каком-то уже базовом шасси серьезном и комплекс, скажем так, обеспечить всеми теми средствами, которые необходимы для эффективной работы. Это и спутниковая связь, и, скажем там, стационарные средства запуска беспилотников и так дальше. Но мы столкнулись с другой проблемой, что у разных родов войсков свое видение применения и свое видение, соответственно, транспорта и так дальше. Причем даже это мнение, оно отличается от подразделения к подразделению, даже внутри, например, той же артиллерии. Одни хотят бронированный автомобиль, вездеход, а другие хотят, условно говоря, машину с надписью «Хлеб», для того, чтобы не демаскировать себя при выезде на боевую задачу. И вот эти дебаты идут, пока они не закончились. Как только военные определятся, все-таки какой автомобиль им нужен, мы с удовольствием выполним такую модификацию и сделаем такое решение. Это как бы еще одно направление. Что касается «Фурии», конечно же, развитие программного обеспечения, улучшение точности определения координации, развитие, добавление новых полезных нагрузок. Сейчас, например, у нас три варианта, если говорить о разведчике. То есть это дневные оптические системы, тепловизионные, ночные, и фотосредства съемки. Но, конечно же, есть еще куда развиваться. Развивается также индустрия тех же лидаров. Сегодня лидары уже становятся все более совершенными. Это фактически лазерные сканеры поверхности. Но, к сожалению, пока что те лидары, которые имеют вес и габариты, при которых их можно установить в наш летательный аппарат, они требуют очень низкой высоты работы. Ну, что, по сути, невозможно в условиях боевых действий. Поэтому это будущее, оно на самом деле придет очень скоро, но может быть не завтра. Параллельно мы, как я сказал, работаем с другими полезными нагрузками, с теми же средствами радиоразведки. И сейчас уже несколько комплексов фактически произведены и поставлены, и они уже работают в зоне АТО, помогая вести, так сказать, радиоразведку в интересах спецслужб наших, что тоже, в принципе, в своем роде уникальное решение. Это разработка наша совместная с институтом СБУ. И мы к сегодняшнему дню уже оформлены документы о фактически совместном владении этой разработкой. Мы надеемся тоже развиваться в этом направлении. Ну и третье направление, которое, конечно, мы в любом случае будем развивать, это средства доразведки и поражения целей. То есть, ну, другими словами, это какие-то ударные комплексы. Мы никуда от этого не денемся. Ни мы, как Атлон Авиа, ни Украина. Потому что нам эти средства, ну, вряд ли кто-то по большому счету даст. А есть определенный объем задач, который мог бы быть очень эффективно, в разы эффективнее, чем другими средствами, выполнен с помощью таких беспилотных комплексов. Ну, я так понимаю, любая война рано или поздно заканчивается. Возможно, применение вот таких устройств уже в гражданских целях снова по фан? Я думаю, что, безусловно, мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Более того, я скажу, что я сам уроженец Донбасса. И для меня это вопрос личный. Я считаю, что то, что происходит на Донбассе, это совершенно недопустимо. И это должно рано или поздно закончиться. И то, что Донбасс является Украиной, для меня не составляет никакого, скажем, здесь нет никакого вопроса. То, что война закончится, даст Бог, это произойдет скоро. Но, с другой стороны, никто... Я думаю, мы сделали все выводы относительно боеспособности армии. И армия, как правило, существует не для того, чтобы эффективно воевать, для того, чтобы не допустить начала этой войны. И я думаю, что все это осознают очень хорошо. И я думаю, что развитие этой тематики продолжится, несмотря на то, будет ли война или не будет войны. Я думаю, что нам есть еще куда развиваться, оснащая нашу армию подобными средствами, расширяя спектр задач, решаемый до такого уровня, чтобы наш и реальный, и потенциальный враг даже не задумывался о том, что не помышлял нападать на нашу страну. Ну и, я так понимаю, ваши разработки, вы, может быть, где-нибудь их и за рубежом представляете, показывая, чего Украина достигла в своих собственных разработках? Да, мы на самом деле действительно посещали несколько выставок в прошлом году. На одной из выставок, например, в Стамбуле мы выставляли наши изделия. И, конечно же, были отчасти удивлены большим интересом к нашим изделиям. Потому что мы достаточно молодая компания. Да, но я вам скажу, что турки, конечно же, продвинулись, наверное, гораздо дальше, чем мы в этой тематике. В основном благодаря государственной поддержке и обширным государственным инвестициям в эту отрасль. Что, в принципе, в каком-то смысле делала и Российская Федерация еще лет 10 назад. То ли это была подготовка к чему-то, то ли это было просто грамотное управление. Но, тем не менее, отрасль беспилотной авиации в России на сегодняшний день развита очень сильно. И многие компании стали частями государственных концернов, того же Калашникова и так далее. Имеют финансирование, инвестиции и прочие возможности для развития. Ну, то, чего, к сожалению, пока в Украине у нас нет. Но, тем не менее, может быть хорошим планом для дальнейшего развития. Да, безусловно. Я думаю, что, знаете, как нет худа без добра. И, может быть, даже в каком-то смысле и хорошо, что так. Потому что компании находят какие-то другие средства для выживания и развития. И, в принципе, при этом остаются совершенно независимыми от государства. В отличие от модели, допустим, той же турецкой или российской. Что дает нам возможность совершенно легко и без каких-то трудностей выходить на другие рынки, вести переговоры, ни с кем не согласовывая. А по большому счету, возможность таких переговоров. Да, военной тайны как бы особо нет. Да, мы выполняем все окры за собственные оборотные средства. Не финансируем эти работы за счет государства. Соответственно, мы владеем рабочей конструкторской документацией в полном объеме. И, соответственно, имеем определенную степень свободы. Ну что ж, надеюсь, благодаря вашим устройствам мирное небо будет у нас над головой как можно скорее. Спасибо вам большое. Спасибо. Ждем, может быть, каких-то новых ваших идей, разработок в нашей студии. Ну а вы пока что оставайтесь на Укрывайф ТВ. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok